С вами новости спорта. Я Марина Азябина. Здравствуйте. Начну с мини-футбола. Глазовский прогресс накануне провел очередной домашний матч Национальной Суперлиги. Соперником стал сосед по подвалу турнирной таблицы клуб Ямал из Нового Уренгоя. Дерби аутсайдеров скучным не получилось. Репортаж Дмитрия Вороновнина. Вот так кость в кость играли команды, которым по большому счету в нынешнем сезоне уже ничего не нужно. На Ямал на 13-м месте, прогресс на 14-м. Но рубились по полной. Только паркет трещал. И все же хозяева выглядели предпочтительнее и свежее. И в тактике, и в физике. И голевых моментов глазовчане создали много. Все-таки я считаю, мы лучше выглядели физически. И при игре 4 на 4 это чувствовалось. Но у нас тоже было предостаточно предпосылок, чтобы забить еще. Не останавливались на этом счете. Первый тайм ничейный 1-1. А вот после перерыва прогресс просто деклассировал северян. Балдин, Загуза, Пигуди на 28-й и 29-й минутах оформляют хозяевам комфортные 4-1. Ямал перешел на игру в 5 полевых и дважды Кудлай был точен. Но Рахель отметился точным выстрелом по пустым воротам. А Алексей Петров сильным ударом со штрафного на 46-й минуте установил окончательный счет. И второй тайм начали. Очень плохо. Залезли сразу. Большой минус. Минус три мяча. Блин, не знаю. Так нельзя играть, потому что это начало тайма. Надо быть, не знаю, собранным. Итог матча 6-3. Прогресс побеждает в шестой раз в текущем чемпионате и впервые второй раз подряд. Но это не позволит глазовчанам подняться выше последнего места. Отставание от того же Ямала слишком велико. Но болельщики увидели потенциал. У клуба есть. В конце показали тот футбол, который мы должны были показывать весь сезон. Сейчас только все переполняет. Прямо в радость за такие игры, что мы все-таки можем бороться с такими командами и должны с ними бороться. В своем заключительном матче Суперлиги 2 мая прогресс встретится в Троицке с Диной. Дублеры «Женского зенита» открыли очередной сезон. Подопечные Александра Карепанова сыграли в матче на Кубок при Волжье. С еще одним представителем Удмуртии в третьем российском дивизионе ФК «Воткинск» и «Жевчане» уступили в этом матче 1-2. Гол в составе «Зенита» забил Дмитрий Дрокин. В эти минуты его команда сражается во встрече первенства страны в Ульяновске с «Волгой-2». А сейчас блок новостей из других спортивных арен. Слэч-хоккеисты сборной России борются за медали чемпионата мира в США. Казирам турнира они уступили 1-6. А у итальянской сборной немецкой выиграли 3-0 и 10-0. В составе команды есть наши земляки Андрей Косаткин, Иван Кузнецов и Максим Кузьминых. Гонщики «Катюши» стали бронзовым призером первого этапа многодневки, велогонки, турромандии в Швейцарии. Напомню, что в составе российской команды выступают и два наших атлета – это Максим Бельков и Юрий Трофимов. А баскетболистки играют в Москве на финале первенства России. В последней встрече сборная с дюшур номер 3 одержала победу над волгоградскими спортсменками 55-45 и стала в группе Д-5. Это ижевчанкам позволяет сыграть в финале за места с 9 по 16. В Кирове тем временем прошел всероссийский турнир по современному пятиболию, на котором отлично выступили ижевчане Евгения Копылова, пропустившая вперед себя лишь победительницу первенства мира – кировчанку Елену Сухинскую и Андрей Волков. Он занял там третье место. А лидер сезона среди ижевских пятиборцев Максим Кустов отправляется в Венгрию на этап Кубка мира, где будет бороться за одну из путевок на финал Кубка планеты. Там же участники разыграют и две олимпийские лицензии в Рио-де-Жанейро. Не до отдыха было накануне и поклонникам такой экстремальной дисциплины, как акватлон. В Ижевске прошел открытый чемпионат города. Собрал он более 50 участников самого разного возраста и физподготовки. Все подробности мультигонки в сюжете. Акватлон – разновидность триатлона. Триатлон еще называют одним из самых сложных видов спорта. Плавание, велокросс и бег, казалось бы, мало сочетаются друг с другом. Однако с каждым годом количество приверженцев триатлона растет. Свои силы в мультигонке пробуют люди самого разного возраста и спортивных специализаций. Вот и пловец Валентин Голиков заявился, но на акватлон. Это 500 метров плавания и 3 километра бега. Классные соревнования. Хочется проверить себя все-таки. Вот занимался спортом серьезно сейчас на самом деле. Засиделся, так выйти в субботний день, что-то сделать, немножко размять кости, как говорится. Ну и посмотреть. То есть легкотлеты, пловцы, кто сильнее все-таки. Участникам, которые сегодня проверили свои силы, есть, наверное, возможность корректировать свою подготовку. Потому что многие готовятся и к выступлению на всероссийских соревнованиях, кто-то и готовится к международным соревнованиям. Поэтому надо сейчас определенные выводы для себя сделать и уже целенаправленно готовиться к основной дисциплине триатлона. Попробовала себя в акватлоне юная Евгения Копылова. Она серьезно увлечена современным пятибурьем. И этот старт для нее – хорошая тренировка. Не очень легко, но это все-таки помогает, это развивает выносливость. И вот мне это необходимо. Я участвую в современном пятибурье, и нам необходимо развивать выносливость. А такие старты чисто для себя, как тренировка, идут. Очень полезно. До финиша добрались все участники. Ну а победителями акватлона среди юношей стали Евгения Копылова и Максим Дементьев. У мужчин – Валентин Голиков. Вместе вновь они соберутся 16 мая на этапе Кубка России по дуатлону в Ижевске. И в завершении выпуска анонс выходных дней. 1 мая в 12 на центральной площади города велогонщики разыграют награды в гонке «Критериум». А в 2-го спортзале «Игма» в 13.00 пройдет второй поединок между командами «Купола Родники» и «Барнаульским Алтай-Баскетом». В это же время в 11 на Силычке стартует чемпионат города по водному туризму. А 3-го и 4-го в Олимпийце ждут поклонников спортивных танцев. Это все. Удачных вам выходных дней.